Приглашаю на эту сцену Алексея Алекса Тимошенко, специалистка по гендерным исследованиям и научная журналистка. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут по паспорту Алексея Тимошенко. В соцсетях меня знают как Алексу Тим, гендерно-небинарная персона, все дела. Я первый диплом защитил по физике, долгое время занимался научно-популярной журналистикой. Потом, после того, как очень много пришлось писать про какие-то связанные с гендерами социологией вещи, решила получить второе высшее. И с недавних пор выпускница магистратуры Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе по специальности гендерные исследования. Рассказывать я буду про нейросексизм. Это то, что Ирина Кастерина называла биологизмом. Это предположение о том, что мужской мозг радикально отличается от женского, и все, что мы наблюдаем в социальной сфере, все отличия мужчин от женщин, вызваны строением мозга. Ну или не строением мозга, а генами, может быть не генами, а какими-нибудь связями в Корее. В общем, это всегда какая-то биологическая причина, и, как правило, связанная с нервной системой. Термин был придуман, разумеется, не мною. Термин заимствован из прекрасной книги «Заплуждение агенда» Рикордели и Файн. Эта книга продается на Амазоне, и более того, есть отличная группа ВКонтакте и Квалити, которая выложила ее любительский перевод. Перевод не авторизированный, но достаточно хороший, и желающие могут по этому тегу загуглить, найти, ознакомиться. Другой источник, на который я буду опираться, это книга «Розовый мозг, голубой мозг» нейропеологиня Лиз Элиот. Она рассказывает про то, как реальные небольшие различия в строении мозга, а реальные отличия действительно есть, перерастают в угрожающие провалы. Это ее, собственно, аннотация. Что с этим не так? Самое очевидное, что мы, если становимся на нейросексические позиции, полностью исключаем все, что мы знаем о гендере. Те различия, которые мы наблюдаем между мужчинами и женщинами, по большей части различия не биологические. Это различия культурные. Вот, например, слайд «Яндекс. Поиск по картинкам. Игрушки для девочек». Но такого засилья розового мало где еще можно увидеть. Здесь есть даже розовый тостер и розовый холодильник. Попробуйте их найти в магазинах реальной бытовой техники. Есть товары для мальчиков. Товары для мальчиков. Сразу даже другая цветовая гамма, не говоря уже о том, что здесь мы не увидим игрушечные швабры и безумно увлекательные игры под названием «Пропылесось кухню». Здесь почему-то предпочитают выкладывать инструменты, машинки и так далее. Возникает вопрос, если это биологически, то какая такая особенность анатомии мальчикам и девочкам обуславливают разные игрушки. Есть простая схема, во многих феминистских сообществах вы наверняка видели, которая позволяет определить, подходит ли игрушка девочке или мальчику. Главный вопрос, является ли эта игрушка игрушкой для гениталий. Да, является. Простите, это не детская игрушка. Если нет, то она подойдет ребенку любого пола. То есть игрушки, выбор одежды, выбор цветов, выбор даже моделей машин, черный суровый внедорожник или маленькая розовая машинка для города. Это все социально обусловленные различия. И списывать их на пол как-то очень странно. Как? Вторая проблема заключается в том, что мы видим часто аргументы, которые выглядят очень наукообразно, но на самом деле не являются научными аргументами вовсе или являются очень устаревшими аргументами. Про это мы сейчас немножечко подробнее поговорим. Во-первых, надо сразу сказать, что реальные отличия действительно существуют. У мужчин тело несколько больше в среднем, поэтому в среднем мозг несколько тяжелее. Так же, как мозг кита, в общем, тяжелее мозга человека, даже мозга слона, который тоже тяжелее нашего. Больше размер тела, больше размер мозга. Есть еще ряд данных о том, что мужчина несколько лучше в пространственных тестах. Это утверждение, которое встречается в очень большом количестве учебников, встречается, по-видимому, небезосновательно. Вот, например, график был перерисован мною из статьи… Сейчас, минуточку. Источник я указал сверху. Это журнал нейробиологии обучения и памяти. Работа 2012 года. Ученые сделали виртуальный лабиринт, по которому предлагали пройти испытуемым разного пола. Значит, там, где стены были абсолютно одинаковы, там женщины действительно справлялись за большее время, то есть показывали достоверно худшие результаты. Там, где появились на стенах ориентиры, там разница практически исчезла. А теперь внимание, как это все было подано в прессе. Слабая сторона большинства женщин – ориентация в пространстве. Тесты ученых Азии – замечательная формулировка, правда, какие ученые где? С использованием лабиринтов показали, что у мужчин 92% успешных решений, а у женщин только 8%. Я не вижу в этих графиках этих данных. Но это единственная работа, которая более-менее подходит хотя бы по описанию, чтобы там были ученые из Азии и использование лабиринтов. Дальше возникает следующий вопрос. А эти различия, вот их показали в лаборатории. В реальной жизни они значимы или нет? Я прошу прощения, здесь небольшая проблема с версткой возникла. Способность женщин и мужчин ориентироваться на реальные местности – это неспособность ориентироваться в виртуальном лабиринте. Вот сверху пример виртуального лабиринта. Такая штука. Это пример реального города. Ну, по-моему, не очень похоже. В реальном городе всегда есть те же самые ориентиры. У нас разные здания. У нас не голые серые стены, без всяких опознавательных знаков. Более того, в расположении помещений, например, где мы сейчас находимся, в здании тоже помещение находится по некоторой внутренней логике. Мы все можем ее понимать. Мы понимаем, что лифт рядом с лестницей, кухня рядом с санузлом, обычный тест в серых случайно расположенных стенах нам не показывает на самом деле практически ничего. Следующий вопрос. Как говорят сами ученые, и как говорят про это журналисты, и как говорят про это потом в Фейсбуке, как про это говорят в пабликах ВКонтакте, как про это говорят политики, которые будут выступать и что-то обосновывать. Есть расхожая в среде научных журналистов поговорка о том, что ученые вылечили рак, на самом деле переводится, как мы сократили число раковых клеток хвостя крысы на 10%. Это совершенно реальные примеры. Например, была такая новость. Жирная диета вредит женскому мозгу. Очень много заголовков было, типа фастфуд убивает женскую память и так далее. Что было на самом деле? В мозге мышей, которых кормили жирной пищей, нашли указывающие на возможное воспаление молекулы. Память при этом не проверяли. Работа выполнена на мышах. Я вообще удивился, как достаточно специализированный текст на страницах хорошего научного журнала СЭЛ превратился вот в это. Но это еще не самое интересное. Ген женской неверности. Большой анализ показал, что чуть-чуть чаще изменяют носительность определенного гена. Да, действительно. Но только в той же работе сказано, что вклад социальных факторов гораздо больше. Ну и наконец, самый писк. Это была статья, кажется, в «Комсомольской правде» про то, что ученые нашли идеальную женскую фигуру. Журналист очень долго рассуждает о том, что вот есть фигура женщина-груша, женщина-тыква, еще какие-то там были овощи. Мне стало интересно, а то исследование, на которое они упоминают, это вообще что? Оказывается, это была феминистская работа о том, что существует феномен сексуальной объективации, вызывающий восприятие женского тела мужчинами по частям. То есть мужчина смотрит на женское тело, видит его как-то фрагментарно, отдельно грудь, отдельно бедра. И вот по этой работе была написана журналистская заметка о том, что ученые нашли идеальную женскую фигуру. Мы видим, что это все берется из некорректных пересказов, но также есть некорректные заявления самих ученых. Здесь я еще покажу, опять-таки, популярный в среде научных журналистов комикс. Это из PhD-комикс-картинка, где сверху ученые пишут, что в исследовательской статье А коррелирует Б при определенных обстоятельствах. Университетская пресс-служба говорит, что А может вызывать Б, но журналисты пересказывают, как А вызывает Б, пересказ журналистов, ученые нас хотят снова все убить, А вызывает Б все время звучит в эфире телевидения, кабельные каналы говорят, что убийца А среди нас, и, наконец, ваша бабушка надевает шапочку от фольги, чтобы защититься от некоего фактора А. С мужским и женским мозгом происходит примерно то же самое. То есть наворачивается круговорот, и он еще усугубляется на русскоязычном пространстве тем, что мы переводим. Мы переводим статью в Guardian, которая уже сама не первоисточник, потом это дело пересказываем, еще раз пересказываем, в итоге у нас гуляет то, что вы видели. К сожалению, если бы проблема была исключительно в недобросовестных журналистах, это можно было бы решить. Более того, я могу по личному опыту сказать, что многие российские институты обзавелись хорошими пресс-службами, в популярных изданиях появились грамотные научные редакторы, есть хорошие сайты, там N plus 1, есть чердак, есть код Шредингера, журналы. В общем, это бы проблема решалась. Но, к сожалению, есть сами ученые, которые озвучивают все разные странные вещи. Например, Сергей Савельев, интервью комсомольской правде. Человек является руководителем лаборатории, и если вы откроете статью в Википедии, вы прочтете, что это один из российских специалистов по мозгу и нейробиологии. Вот он заявляет в интервью комсомольской правде, что у мужчины в ассоциативных областях коры миллиард нейронов, а у женщины всего 300 тысяч. Ну и дальше он прямым текстом говорит, что хоть 100 учителей наймите, умнее женщина не станет. Совершенно возмутительное заявление. Подозреваю, что если бы он работал где-нибудь за рубежом, то он мог бы расстаться с должностью в течение нескольких дней после такого заявления. Но у нас он это делает, это публикуется. Возникает вопрос, 300 тысяч нейронов у женщины, это вообще сколько? Внимание, триггер-веллинг. Вот у этого животного во вселенной Савельева, не в нашей, нейронов втрое больше, чем у женщины в ассоциативных областях. Может там, конечно, опечатки, может 300 миллионов все-таки. Но 300 миллионов это чуть больше нейронов, чем в мозгу морской свинки. То есть человек заявляет, что в мозгу женщины в ассоциативных областях нейронов втрое меньше, чем в мозгу таракана. Точнее не в мозгу, даже в нервной системе, потому что там нет мозга. Следующее его заявление. В мозге есть специальные центры, отвечающие за половое поведение. Это в двух изданиях сказано примерно то же самое. Они заставляют эти нервные центры вставать женщин на каблуки. Вопрос, правда, почему эти центры работают только там, где есть каблуки, почему они не работают во всех культурах, но это ладно. Для чего? Чтобы ноги выглядели длиннее, потому что в мозге наших далеких предков было записано, как только у самки обезьяны, обезьяны, извините, видов, по-моему, несколько десятков, удлиняются конечности, она готова к размножению. Реальный кадр из одной научной статьи, показывающей развитие человека с возрастом. Мы здесь видим, что удлинение ног происходит между двумя и шестью годами. Но, простите, это заявление отдает какими-то очень нехорошими выводами о том, что получается у нас возраст согласия надо понизить до шести лет. Что-то как-то это мне не нравится. Ну, в комплекте от него же. Рекомендую женщинам беременным не есть продукты химического синтеза. Простите, чем им надо питаться в таком случае? Любое вещество на Земле является продуктом химического синтеза, так или иначе. В воду тоже нельзя, вода — это H2O. Следующий вопрос. В мозгу нет никакого размножения нервных клеток. Ну, это заявление для нейробиологов звучит примерно как для геофизиков заявление о том, что Земля имеет форму чемодана. Или там на худой конец плоского диска. Стволовые клетки — такая же мистификация, какой 10 лет назад была программа геном-человеком. Ну, эти заявления были прокомментированы другими учеными. К счастью, тут научное сообщество немножечко вмешалось. И прокомментировало… Ну, во-первых, был разбор утверждения возникновения мозга человека Сергея Савельева. Его насчитали порядка 150 ошибок в нескольких страницах текста. А по поводу генома человека сказали, что то, что геном человека расшифрован на 9%, говорит о том, что Сергей Савельев прочел явно менее 9% того, что написали про геном человека. Самое интересное — это посмотреть на научные статьи того же автора. Во-первых, бросается в глаза, что они опубликованы не в самых тестируемых журналах. Во-вторых, красным текстом показано отсутствие достоверно значимых полувозрастных изменений в организации желудочков мозга. Если мы прочтем, что он сам пишет в научной публикации, мы увидим, что оказывается никаких различий нет внезапно. То есть в интервью с журналистом «Комсомольской правды» они есть. Как только он начинает писать что-то для коллег, выясняется, что различий нет. Причем работа эта достаточно странная. В ней есть интересный список литературы. Он здесь приведен целиком. Те, кто писали научные работы, хотя бы на уровне курсовых, смогут сказать, как выглядит список из 1, 2, 3, 4, 5, 6, из 8 пунктов, и в которых самый свежий источник это 2006 год. А так 62, 70, 75. Пример Савельева наиболее очевиден, потому что действительно у человека довольно слабый по заверению других нейробиологов, как они говорят, академически корректно субстандартной работы. У него много сексистских заявлений, но он, к сожалению, не единственный человек. Есть другие примеры. Вот, например, у нас интервью Татьяны Черняговской сплетнику. Она беседует с корреспонденткой Софико Шеварнадзе. И они обсуждают как раз ту проблему, о которой мы говорили до этого. Где проходит граница между харассментом и согласием. Татьяна Черняговская, член-корреспондент Российской академии образования, говорит в следующем, что когда она приехала в Вашингтон, она столкнулась с этим безумием. И прямо сказать цитаты, это же нарушение всех культурных норм. Я выделил специально, что нарушение культурных норм красным. Дальше они обмениваются еще некоторым количеством реплик. И она произносит, есть два пола у высших животных, во всяком случае, включая человека. Точка играть с этим, это играть с природой. Так с природой или с культурой? Одно из двух. Или у нас есть два пола по природе и жестко заданные половые роли, или все-таки это культурные различия. В данном случае мы видим, как культурные различия пытаются обосновать природой. Следующий пример, один из последних, это популярная книга Дмитрия Жукова «С той, кто ведет». В этой книге исследователь, он противник гендерного равенства, он про это неоднократно говорил. Он нашел некую шведскую работу и говорит, что вот есть исследование, показавшее, будто бы в Швеции увеличение гендерного равенства привело к большему числу заболеваний как у мужчин, так и у женщин. Но тогда группа Equality делала этот разбор, мне довелось немного в этой работе поучаствовать, и я нашел статью. Прочитал, что там на самом деле, во-первых, сами ученые говорят, что это носит предварительный характер, во-вторых, они говорят о том, что Швеция достигла некоторого потолка, когда дальнейшее движение в сторону равноправия, оно становится практически невозможно без активного вовлечения мужчин в это. То есть мы можем вовлечь женщин в оплачиваемый труд, можем создать условия для того, чтобы они шли работать, можем устранить барьеры в образовании, но если мужчины приходят домой, садятся на диван или играют в танчики, то с карьерным ростом у женщины будет, наверное, не очень хорошо, потому что она будет задалбываться дома, мыть посуду, за всех готовить и так далее. И да, это приведет к росту заболеваемости, потому что у нас создается двойная нагрузка. Авторы про это говорят. Авторы пишут потом повторные исследования, в котором, значит, говорится, что для мужчин большее гендерное равенство означает меньшую заболеваемость, на самом деле, в то время как для женщин картина обратная, это вот тот эффект, про который сейчас было сказано. И на самом деле получается, что исследователи не говорили, что большее гендерное равенство означает большую заболеваемость чем-то. Это пример некорректного цитирования с целью обосновать свою идеологическую позицию. Итого мы видим, что у нас есть люди, которые пытаются свои какие-то гендерные стереотипы обосновывать отсылками якобы к природе, к каким-то исследователям избирательно-цитируемым, или которые делают заявления просто псевдонаучные, но ничем не обоснованные. Что с этим делать? Мне кажется, что здесь есть несколько возможных направлений. Во-первых, для того, чтобы добросовестные научные исследования не искажались, нам нужны добросовестные пересказы и популяризация. К счастью, это та область, в которой, по крайней мере в России сейчас, ну не то чтобы все хорошо, но наблюдается сдвиги в лучшую сторону. Например, те же пресс-службы, которые появляются при научных институтах, при университетах, уже начинают писать нормальные пресс-релизы, рассылать их журналистам, связывать журналистов, пишущих с авторами исследования, и тем самым процент откровенно плохих пересказов немножечко снижается. Следующее, что мне кажется важным, это гендерное просвещение. Про это уже было сказано, и я просто повторю, что да, нужно, чтобы люди знали, что такое феминизм, чтобы это вот про что говорила первая докладщица Ирина Костерина. У нас многие просто думают, что феминистки это такие злобные лесбосепаратистки, которые пришли все на деньги США, а у нас ничего такого не было. Что такое гендер, тоже многие не понимают, но вот в этом направлении надо как-то работать. Третье направление это активизм, это внесение гендерной проблематики в общественную повестку так, как это происходит со Слудским. И, кстати, пока я сюда шла, я прошла вдоль Госдумы, там стояло два молодых человека с плакатиками «Слудский, Россия с тобой», но было занятно, что к ним не подходил никто, они стояли в одиночестве, и это не имело того внимания, которого имел пикет против Слудского после 8 марта. У меня была возможность сравнивать и тот, и другой. На 8 марта было много журналистов, здесь они не привлекли внимания даже полиции социологов, которые обычно подходят и интересуются. Ну и то, что находится на пересечении всего этого, это борьба с псевдонаукой, критические разборы, участие в каких-то дискуссиях. Это та же группа Equality ВКонтакте и не только. Я могу привести еще пример. Это пример личный, статья, сделанная для ТАССовского проекта «Чердак» под названием «Революционерки, студентки, профессорки». рассказ про то, как из феминизма появилась Академическая область гендерных исследований. Если кто-то скачает презентацию, там есть на это ссылка. Пожалуй, все. Я готов отвечать на вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Вот третий ряд. Здравствуйте. Спасибо за очень интересную лекцию. В одном околонаучном паблике недавно наткнулась на лекцию биолога, не помню, к сожалению, фамилию, где он спорит с гендерной теорией Джудит Батлер и говорит о том, что на примере животных самцы и самки имеют разные модели поведения, которые биологически, природно обусловлены именно их половой принадлежностью. Что вы об этом думаете? Действительно ли это так? Ну, я, конечно, понимаю, что человек – это, наверное, более сложная конструкция, чем мышка. Но есть ли вот эти вот модели поведения, которые действительно обусловлены природой? И насколько, соответственно, то заявление ученого было обоснованным? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно есть полуспецифичное поведение. Особенно… Но с ним какая история? Оно у простых животных, условно простых насекомых, например, запрограммировано гораздо сильнее, чем у млекопитающих и тем более у приматов. Потому что… Возьмем такой пример. У многих млекопитающих простых, там крысы, кошки, я условно говорю простые, у них есть такое поведение, как у ордозис, когда самка прогибается в спине для того, чтобы самец мог сверху забраться. Это поведение практически исчезает уже у обезьян, потому что у обезьян это все более сложно устроено. И переносить… Ну, а теория Джудит Батлер – это теория гендерной перформативности, которая вообще завязана на такие феномены, как язык, как культура, и переносить на это данные с животных – это примерно как пытаться объяснить, скажем, приготовление супа решением уравнения Шриддингера для атома водорода. Оно хорошо описывает атом водорода, но оно не годится для описания сложных химических взаимодействий, например. Мы не можем применять квантовую… Мы не можем свести наше поведение к биологии, так же, как мы не можем свести биологию к химии, а химию к квантовой механике. Теоретически, да, мы все состоим из атомов, но это не значит, что нас описывает квантовая механика. Так же и здесь. Да, мы животные, но животные развиваются, у них усложняется поведение, и то, что работает на мышах, не работает на человеке. Даже на обезьянах уже не очень. Спасибо. Если можно, я тоже задам вопрос. Мне очень интересно узнать про влияние гормонов как раз на интеллектуальные возможности и особенности женщины, потому что понятно, что, например, во время беременности или кормления происходит совершенно иное гормональное состояние, и многие говорят о том, что женщины в это время что-то забывают, откровенно тупит, как кажется их близким. Вот как вы это прокомментируете? В известных мне больших обзорах сказано, что влияние, например, менструального цикла на какие-то когнитивные способности не обнаружено. Что касается провоктина и беременности, я не готова сразу на этот вопрос ответить, но у меня есть другой аргумент. Мужчины очень много говорят о важности… Многие псевдонаучные утверждения основаны на том, что мужской мозг работает хорошо, потому что тестостерон. Потому что тестостерон – это наше все. Возникает вопрос, а какой у нас пол более подвержен действию гормонов в таком случае? Спасибо. Если есть еще вопросы, давайте зададим один, максимум два. И очень коротко. Здравствуйте. Меня зовут Любовь. С научной точки зрения, как считаете, насколько существенна разница между полом и гендером? Я бы сказал, что это принципиально разные понятия, потому что самое простое определение гендера заключается в том, что это такой социальный… это условно говоря социальный пол. Я сейчас оговорюсь, что есть определения более сложные, но самое простое звучит так. Поэтому эти понятия просто некорректно отождествлять. гендер по определению то, что не сводится к биологии. У меня вопрос про первое исследование. Там же замеряли пространственную ориентацию взрослых людей. И не может ли эти результаты, не могут ли быть показанием на учение в течение многих лет, на учение по-разному, если женщина не учит ориентироваться в пространстве, а взрослые не будут уметь, наверное. Спасибо. Это прекрасный аргумент, потому что есть, например, небольшие антропологические свидетельства в пользу того, что у инуитов, эскимосов, у них нет пространственных различий, которые выявляются у европейцев. К сожалению, это одна работа, очень старая, но она, да, это может быть культурно обусловленным артефактом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.